Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы с вами во второй день поста, после того, как накануне выносили крест и поклонялись Ему. Сегодня крест этот ещё стоит у нас здесь в храме. После службы мы его с почестями отнесём в алтарь. И вот в память об этом изнесении креста читается следующий отрывок из Евангелия, который мы с вами слышали. И что в этом отрывке самое главное? Самое главное в этом отрывке – это то, чтобы мы с вами различали. Различали бы духов. Вот в чём Дух Божий и в чём Дух века сего? Господь говорит своим ученикам, кто свою душу сохранит, тот её потеряет. А кто погубит свою душу ради меня, Евангелие, тот её спасёт. И, может быть, в первый момент даже как-то непонятно, так что же не надо заниматься спасением своей души. Но здесь слово «душа» употребляется в другом смысле. Вообще, надо сказать, что в тексте Библии и наших богослужений слово «душа» имеет более десятка самых различных значений. Они даже вот перечислены все в словаре Яченко, и мы видим, как много на самом деле совершенно различных вещей и называются этим словом «душа». Так вот, в данном случае слово «душа» употребляется в двух смыслах. И когда Христос говорит, что тот, кто свою душу сохранит, имеется в виду душа человека как его, как человек сам, как субъект своего воления, своих хотелок. Вот в Писании есть, например, такая фраза, что и потопил, там погубил Господь всякую душу живую. Но имеется в виду, что не то, что там душу погубило, а тела потом продолжали бегать как-то так по земле и существовать уже автономно от души, как такие вампиры. Нет, имеется в виду, душа – это весь человек, но как субъект воления. А дух уже тоже человек весь, но как субъект особого отношения к Богу. Дух может быть непокорный или, наоборот, высокий или низкий. Вот душа тоже может быть низкая душонка, вот, своеходная или, наоборот, душа широкая, душа любящая, горячая. Так вот, в данном случае употребляется как раз именно это значение. То есть сохранить в себя свою шкуру, сохранить в себя со своими хотелками, со своими, так сказать, желаниями, со своими эгоистическими помыслами. То тот человек, который всё это сохранит, он потеряет свою душу, имеет в виду уже в данном случае душу бессмертную. То есть он потеряет свою вечную жизнь. Привязывая себя к этому миру, он не вырастет в себе вот жизни, которая бы простиралась бы и за конец этого мира. Вот почему мы говорим часто, что вот у животных нет бессмертной души? Ну, а что бы они с ней делали? Вот там наши питомцы не попрыгать, не побегать, не мышку поймать, не, значит, полаять, там, ещё что-то. То есть у них нет духовной жизни. Вот. И в данном случае, когда человек вот свою шкуру сохраняет, свою вот эту вот похотливую душу, то тем самым он лишает себя духовной жизни. И поэтому вот та душа, которая предназначена для высокой жизни, для духовной жизни, она просто у него как бы атрофируется. Вот. И для него, конечно, жизнь в паке бытии, когда невозможно ни поесть, ни там поспать, ни ещё удовлетворить свои какие-то требования, конечно, такая жизнь – это как вечный голод. А духовного утоления, духовного голода нет, потому что он этим не воспитан. И когда Господь продолжает свою фразу и говорит, «А тот, кто свою душу погубит ради меня, Евангелие», то есть сразу имеется пояснение, что вот кто справится с этой похотливой своей душой, такой блудной и, значит, со своими хотелками, эгоистичной, кто с ней справится ради Христа Евангелия, кто откроет для себя вот эту жизнь, жизнь с Богом, то тот обретёт для себя и нечто большее, тот обретёт для себя жизнь вечную, тот обретёт для себя жизнь в Боге. И поэтому мы видим, что самое главное в земной жизни человека – это вот открыть себя для жизни Духа Божия. Недаром сказано, прежде всего, ищите Царство Божие и правды Его, остальное приложится. И что такое победить Дух века сего? А Дух века сего – это Дух эгоизма. Дух в себе любви. Вот. Это как раз именно то, чем страдал сатана. И в чём он хочет убедить всех, что все люди такие, что все живут только для себя, что все меркантильны, что все корыстны. Помните, как он оклеветал Иова перед Богом, что Иов меркантилен, и вся его любовь к Богу – это на самом деле продолжение любви к себе, потому что он от него получает много, поэтому, значит, и любит Бога. И когда Бог заступился за Иова и дал возможность сатане проверить это, а Иову они не сказали ничего о том, какой у них был спор и какой поток клеветы вылился на Иова, то Иов действительно показал, что он искренне любит Бога совсем не за те блага и не за ту свою плотскую жизнь, которую он получает, хотя и не понимает, почему Господь так с ним обращается, и его главная беда-то не в том, что он лишается каких-то благ, его главная беда в том, что его главная тоска и кручина в том, что он просто не понимает Бога, он хотел бы всё это так же переносить, страдать и терпеть, но понимать, почему это происходит, для чего он всё это делает. И вот тем, кто отвергается своей вот этой вот самоохотной, своеходной жизни, кто ищет общение с Богом, ищет Духа Божия, то тому Господь открывает и другие смыслы, и другие горизонты, и действительно мы видим, что по слову Писания Господь говорит, стремящимся ко мне не постыжу. То есть каждый человек, кто стремится к Господу, получит действительно свои дары от этого Господа, и такие, что мы даже и не в силах придумать, что приготовил Господь любящим Его. Аминь.